Водителем, выехавшим на встречку и спровоцировавшим аварию, в которой погибли 4 человека, в том числе ребенок, была участница конкурса «Мисс Екатеринбург». Об этом порталу Е1 сообщила ее подруга, победительница предыдущего конкурса красоты Елизавета Аниховская. Анастасия Трианина, так зовут попавшую в ДТП 20-летнюю девушку, уроженка города Азбеста Свердловской области. В Екатеринбурге она учится в Уральском федеральном университете на факультете управления персоналом, но несколько раз в неделю ездила к родителям в Азбест. Так было и в тот роковой день, 8 января. В половине второго после полудня Настя ехала за рулем своего «Киария», на покупку которого деньги собирала долгое время, работая по вечерам после учебы консультантом в магазине. Машину Трианина купила только минувшей осенью, а за полгода до этой покупки сдала на права. Как и многие работающие в Екатеринбурге или проходящие здесь обучение жители городов области, Настя часто брала с собой попутчиков, едущих в Азбест. Вот и в этот раз с нею был молодой человек, имени которого не знают даже близкие друзья-студентки. Попутчик стал одной из четырех жертв этой автокатастрофы. 8 января 2018 года в 13.30 на региональной дороге, автодороге Екатеринбург-Тюмень, новое направление на 10-м километре, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиль «Киа» и автомобиль ВАЗ-2112. В результате лобового столкновения на месте ДТП погибли трое. В пассажир «Киа» 35-летний водитель «Лады» и его 63-летняя мать, сидевшая сзади, справа по ходу движения. Позже от полученных травм в больнице скончалась 4-летняя дочь водителя «Двенашки». Еще одна годовалая дочь, сидевшая сзади, за водителем, получила сотрясение мозга и ушиб лба, но очень быстро пошла на поправку и уже находится дома с родственниками. По-прежнему в больницах остаются две участницы этого столкновения. 31-летняя мать девочек и предполагаемая виновница ДТП Анастасия Трянина. Вдова погибшего водителя получила тяжелые травмы лица, потеряла зрение на один глаз, сломала ребра и бедро, повредила основание черепа, но пришла в себя. Теперь ей предстоит долгий реабилитационный период, как в физическом, так и в психологическом плане. В этой аварии она потеряла дочь, мужа и свекровь. А вот участницу конкурса «Мисс Екатеринбург» до сих пор в сознание так и не привели. Врачи, по их признанию, собирали ее буквально по кусочкам. У студентки тяжелый ушиб головного мозга, перелом ребер, разрыв печени и диафрагмы. Анастасия по-прежнему остается в реанимации и подключена к системам жизнеобеспечения. Подруга Анастасии «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аняховская вспоминает, что, пройдя первоначальный отбор на конкурс красоты в прошлом году, Трянина занялась бальными танцами, легкой атлетикой, аэробикой. Она увлеченно делала коллажи, открытки, другие украшения. Девушка она тихая, скромная и с приличной семьи. Конечно, жаль, что все так произошло на дороге. «Мы всем университетом переживаем за нее и других пострадавших», – приводит слова знакомых Насте в портал Е1. Кстати, насчет других пострадавших. Тоже СМИ сообщает о некрасивом факте пропажи золотых украшений с тела погибшей 63-летней женщины. Родственники обратили внимание, что при выдаче ее тела из морга в ушах Нины Ивановны не оказалось сережек. Вот этих самых, которые видны на этой фотографии, представленные родственниками. «Мы спросили в морге. Там говорят, нет, ничего не знают. Врач, который проводил вскрытие, говорит, что тоже никаких сережек не видела. Мы сразу позвонили следователю, и она рассказала, что в документах зафиксировано, что мама была в серегах, – пояснила Надежда, дочь погибшей. Эти сережки Нина Ивановна всегда носила в память о муже, которого не стало два года назад. Сережки покупали за 15 800 рублей. У мамы есть внучка, и она хотела оставить эти сережки себе в память о бабушке. «Мы бы, может, и не заметили, что они пропали, если бы не внучка», – пояснила Надежда. Следователь звонила в компанию, которую возила тела, но там, по словам Надежды, ей сказали, что за своих парней ручаются. Тогда следователь посоветовала родственникам написать заявление в полицию. Между тем, полицейские дознаватели так до сих пор и не смогли установить точные картины произошедшего. Видеорегистраторов не было ни в той, ни в другой машине, принявших участие в аварии. Водитель и пассажир, сидевшие рядом с водителем, в двенашке погибли. Та же участь постигла и пассажира Киа. Единственная, кто могла бы рассказать о случившемся, – это сама Анастасия Трянина, но она без сознания. Потому полицейские обращаются за помощью ко всем возможным очевидцам этой автокатастрофы. Сообщить о себе можно по телефону 02 в любом городе.